Я считаю, что освоение космоса неизбежно, это должно происходить. И то, что сейчас это понемножку свертывается, это неправильно. Потом придется начинать сначала догонять и прочее. Сникает вопрос, сейчас слышу, для чего нужна пилотируемая космонавтика? Но если мы космос для автоматов хотим осваивать, тогда, конечно, автоматов хватит. Если для людей, тогда нужна пилотируемая космонавтика. Ну и вот, и, значит, когда, так сказать, смотришь в космос, выясняется, что вариантов не так много. А если где-нибудь и есть планета, где все для нас специально приготовлено, мы туда не прилетим. Ну, это, по-моему, более-менее ясно. Если туда даже удастся каким-нибудь отчаянным в анабиозе долететь, ребятам, все равно расселиться туда не удастся. Поэтому остается солнечная система. Вот на обозримый промежуток времени, а меня только он интересует, потому что до необозримого промежутка мы просто не доживем. Нам, что будет через тысячу лет, меня совершенно не интересует, потому что их надо прожить эти тысячу лет. Ну вот, и, значит, остается солнечная система. Единственный объект в солнечной системе – это Венера. Венера, она почти такая же, как Земля по размеру, поверхности там больше, чем на Земле, потому что нет океанов. Она в два раза больше получает энергии от Солнца, а энергия – это главная проблема. С помощью энергии можно многое остальные проблемы решить. А дальше, кроме вот этих всех преимуществ, на Венере одни недостатки только. Там вообще непонятно, как жить и прочее. Но, слава богу, вот Сергей Викторович Житомирский когда-то давно очень опубликовал такую статью «Плавучие острова Венеры». То есть жить на Венере можно, но только в атмосфере, на высоте 50-60 километров, в аэростатах, дирижаблях и так далее. Как это сделать? Ну, сложно, но простых решений, усложных проблем не бывает. И, в общем, путь решения ясен. И вот, как я считаю, после того, как там поселиться, на орбитальных станциях естественно, и в атмосфере, после этого можно будет решать проблему преобразования атмосферы. Значит, чем Венера в этом смысле лучше Марса? Тем, что на ней уже есть атмосфера. То, что она негодная, ну, на Земле тоже была негодная атмосфера. Причем атмосфера была на Земле несколько, вроде, прохладнее, чем на Венере, но давление было, как считают, около 300 атмосфер. То есть она тоже была непригодна. Ее переработали микроорганизмы. Ждать миллиарды лет нельзя. Но мы же теперь не те, не динозавры все-таки. У нас теперь есть методы. И можно там, ну, на Земле это продолжалось так долго, потому что вместе с процессом переработки еще происходил процесс генерации вот этих вот организмов, которые все это производили, и растения, и животные. На Венере мы можем все это готовое завести. Что это очень сложно? Безусловно. Что это дорого? Безусловно. Вот. Ну, как только выяснится, что приличный астероид вмажется в Землю лет через 10, деньги найдутся. Человечество обязательно должно двигаться вперед, обязательно должно решать задачи. Другого пути нету. Все проверено. Цивилизации, которые впадали в застой, они гибли, их не осталось. Главная задача не в том, чтобы расселить людей. Это бог с ним. Много, может, туда не переселишь. Снять нагрузку. Снять хотя бы частично нагрузку с Земли. Как только первые там миллионы или пять миллионов поселятся на Венере в этих плавучих кораблях, уменьшится нагрузка. Это же самые активные люди. Многие рассуждают, и взрослые вполне люди, так же, как дети. Вот мы полетим к звездам. Да куда вы полетите, дорогие мои? Дожить надо до того момента, когда можно будет полететь к звездам. А я оперирую только вещами, которые уже возможны. До Венеры долететь можем, на орбитальный корабль можем запустить вокруг Венеры. Эти аэростаты в атмосферу, спускаемые аппараты уже были. Аэростаты запустить можно. Просто эти аэростаты должны быть больших размеров. Катастроф было много. И, значит, глядишь, и эту преодолеем. Но само не произойдет. Надо работать.